Всем привет! Добро пожаловать на канал! В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться о том, как шить плюш. Раскрою несколько своих секретов, как я шью плюш. Потому что, когда я тоже планировала шить первый свой плед из плюша, то, естественно, столкнулась с такой проблемой, что плюш вытягивается. И мне очень тоже часто пишут в Instagram, либо на канал, о том, что плюш вытягивается, как его удобнее шить. И в одном из своих видео я уже рассказывала о том, как удобнее шить плюш. Но это не все методы, не все способы. И сегодня я расскажу, поделюсь с вами тем, как я его шью, как я уже приловчилась его шить. Также здесь в Польше очень много шьют детского текстиля. Из плюша Минки тоже шьют пледики. И очень много есть информации о том, как его шить. Я читала на блогах, смотрела в YouTube тоже на каналах люди, которые уже давно этим занимаются. И которые делятся своим опытом, своими тоже секретами. И вот сегодня я хочу рассказать вам 5 способов о том, как шить плюш Минки, чтобы он не вытягивался. И чтобы было удобнее с ним работать. И первое, с чего я хочу начать, это то, что плюш можно шить не обязательно шагающей лапкой, а также можно шить ее обычной лапкой. Потому что в одном из своих видео я уже рассказывала о том, что я шью шагающей лапкой. У меня вот такая вот шагающая лапка. Я ее заказывала на сайте Алиэкспресс. Когда я планировала только шить тоже свой первый плед из плюша Минки, я посмотрела, как шьют другие. И увидела, что люди шьют вот такой вот лапкой. И решила ее тоже себе заказать. Какое-то время я шила этой лапкой. Но потом я решила ее снять и попробовать шить обычной лапкой. И у меня в принципе получилось. Очень даже неплохо. Можно шить обычной лапкой. Но если вы только начинаете шить, попробуйте шить обычной лапкой. Если у вас уже не получится, тогда закажите такую шагающую. И попробуйте шить шагающей лапкой. Возможно, вам будет с ней удобней. Либо вы сразу, может быть, начнете шить обычной лапкой. И вам не придется заказывать, покупать еще одну дополнительную лапку, которая, возможно, вам потом не пригодится просто. И второй способ это то, как нужно сшивать сам плюш с тканью. Потому что плюш Минки, он ворсистый. И сшивать, естественно, нужно по направлению ворса. Для того, чтобы плюш не растягивался. Вот он лежит в одном направлении. И точно так же я его буду сшивать только с изнаночной стороны. В том же направлении, как у меня лежит ворс. Точно так же я буду сшивать плюш с хлопком. И если вы будете сшивать таким способом, то плюш не растянется. И все у вас получится аккуратно и красиво. И следующий способ это то, как нужно сшивать саму ткань. Плюш с хлопком, если еще есть утеплитель. То нужно сшивать каждую сторону отдельно. Не нужно сшить по кругу. А нужно сшивать каждую сторону отдельно. От начала до конца. Сначала сшиваем по длине, например. От начала до конца начинаем строчку и заканчиваем. И точно так же сшиваем по ширине. От начала и до конца. Получается, что 4 раза с 4 сторон нужно сшить отдельно каждую сторону. Не нужно сшить по кругу и заворачивать с одной стороны на другую. Нужно сшивать каждую сторону отдельно. И таким способом тоже ваш плюш не будет вытягиваться. И ляжет ровно вместе с хлопком. Четвертый способ. Для того, чтобы не растягивался плюш под лапкой. Если вы шьете с утеплителем, то можно сшить по стороне утеплителя. Если вы будете сшить по стороне утеплителя, то плюш тоже не растянется. Поэтому, если вы с одной стороны будете сшивать сначала по направлению ворса, то следующую сторону можно сшивать по стороне утеплителя. Таким способом тоже плюш не растянется, и он у вас ляжет ровно вместе с хлопком и не будет вытягиваться с одной стороны. И пятый способ, это то, как необходимо сшить сам плюш уже в процессе, когда вы его шьете. Его необходимо немножко подкладывать под саму лапку, потому что плюш, он имеет такую... У него есть либо такие пупырышки, либо полосочки, да, есть какая-то текстура. И, естественно, когда вы его сшиваете, он под лапкой, здесь вот эти пупырышки, они растягиваются. Даже вот если потянуть, естественно, когда вы сшиваете ткань, то под лапкой, так как лапка прижимает ткань, естественно, эти пупырышки, они будут растягиваться. И таким образом ткань сама тоже, она растянется. Поэтому, когда вы шиваете плюш, не нужно ее натягивать Нужно наоборот, когда вы проходите по пупырышкам или полосочкам Смотря какой у вас плюш, нужно их подкладывать под лапку, чтобы они не растягивались В принципе, это несложно сделать, когда вы шьете Не нужно шить быстро, а медленно, потихоньку, подкладывая пупырышки под саму лапку Для того, чтобы они не растягивались и не расплывались под лапкой И тогда тоже у вас, в принципе, все должно получиться Я надеюсь, что мой опыт, о котором я сегодня с вами поделилась, пригодится вам в дальнейшем Когда вы будете шить изделия из плюша Даже если вы будете шить первый раз, либо второй И у вас не будет получаться, то не отчаивайтесь Я думаю, что со временем все обязательно получится Потому что я, когда шила свои первые изделия из плюша То у меня и не с первого, и не со второго раза И даже не с третьего, когда я шила уже второй плед Тоже у меня не получалось все сразу Я пробовала и со временем уже научилась, как бы приловчилась, можно так сказать И сегодня поделилась своими секретами с вами Поэтому, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны А я с вами хочу попрощаться Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok